здравствуйте сегодня 27 февраля 2022 года 11 26 утра температура воздуха плюс 7 дует северный холодный ветер пчелки из ульев вылетают небольшие очистительные облеты пасмурная погода солнце закрыто облаками иногда через промежутки между облаками солнце может пробиваться но пока она закрыта облаками лагерь российских войск который стоит за мусорной свалкой под селом и дальше там в другой части села на большом таком пустыре на земле которая длительное время не обрабатывалась всю ночь они жгли топлива работали двигатели для того чтобы в машинах своих в этих танках в этих бтр ах бмп в общем во всей этой техники и просто грузовых машинах которые перевозки личного состава использовались урал и такие большие для перевозки живой силы работали двигатели жгли топлива и есть информация о том что русские вояки вот эти которых обманом вели на территории украины под видом учений границы россии и украины то есть учение как бы предполагалось проводить на территории россии но людям этим военным не сказали что их везут украину и поставят перед фактом что идите воюте с украинцами захватывайте киев чернигов харьков сумы житомир все другие города украины и на востоке и на юге и все это выдается под видом того что якобы народная милиция так называемых днр и лнр вот этих вот анклавов бандитов и фашистов которые с 2014 года захвачены российскими вас как войсками и все это выдается как будто бы это народное восстание было и народ проявил войли свою вой вой воле изъявления чтобы стать как бы стать независимыми от украины все это провалилось и люди которые в этих танках привезены были на территории украины со стороны белоруссии и со стороны россии по всей границе между россией и украиной они начали понимать что их обманули жестоко им эта война не нужна они погибают совершенно ни за что у них нет никакой мотивации и они решили таким способом методом сливания топлива из своей техники не идти дальше в бой потому что но какой смысл и воевать за кого погибать за этого пришибленного карлика эту кремлевскую крысу который сидит в бункере всех боится даже с президентом франции с макроном встречался в своем огромном кабинете за столом таким длинным 7 метров ему это вообще полное безумие неужели макрон какой-то заразный с какими-то там инфекциями приехал в кремль для того чтобы с этим карликом встретиться но это вообще не в голове не укладывается вот так что сейчас российские войска правильно поступают им это война не нужна они не хотят погибать не хотят быть пушечным мясом и методом такого молчаливого саботажа под предлогом того что у них нет топлива для того чтобы дальше идти в атаку и не подставлять себя украинской армии и отрядов территориальной обороны украинской решили что лучше мы постоим тут под селом вот сегодня с утра никакого движения техники не было сейчас прохладно 7 градусов всего лишь температура но несмотря на это не выезжали из села сегодня машины стоят у них там и продукты заканчиваются не знаю ходили ли они в сельские магазины пытались ли там что-то себя пожрать или купить или под автоматом у продавца отнять отобрать но те сухпайки которые им выдали на три дня у них уже заканчиваются им скоро жрать будет нечего и пойдут по селам лазить по погребам хоть картошки какой-то набрать для того чтобы из голоду не сдохнуть потому что поставок продуктов нет поставок топлива нет и вот это победоносная война которая планировала что ногам этого пришибленного карли капу все это провалилась и украина благодаря мужеству и героизму граждан украины и огромной и военной и финансовой и экономической и моральной помощи и политическим решениям и благоприятствование украины украине во всех направлениях по защите своей территории международное сообщество сейчас сплотилась и своими крайне положительными действиями спасает мир дает возможность украине отстоять свою независимость и не допустить вот эту фашистскую россию не в украину не в молдавию молдову не дальше на территорию европейского союза потому что все политики понимают что свихнувшийся этот карлик который имеет диагноз неизлечимый он уже одной ногой в могиле стоит он решил на последок своей жизни нагадить всем все испоганить и испортить чтобы ему не так обидно было что он умирает что те все награбленные украденные из россии 140 миллиардов долларов которые он украл своими со своей этой бандой озером кооперативом озера все его вот эти вот сподвижники и прихлебатели значит он решил на последок своей жизни испоганить всем жизнь и вот эту вот войну он устроил а российскому народу эта война абсолютно не нужна тем более что людям этим военным не сказали что мы направляем вас на войну с украиной вы будете защищать там или что-то подобное делать вот а просто сказали что будет учение мы вас повезем и там будем проводить учения то есть везли с территории белоруссии с территории россии вот этих военных обманутых и сказали вот тебе автомат в руках иди воюй потому что тебя сейчас будут украинские бандеровские фашисты убивать и человеку как бы ничего не оставалось делать как братья стрелять в том месте куда его завезли и кинули практически в мясорубку поэтому обращение мое к военным российским если вы видите это видео и к родственникам матерям отца ваших российских солдат офицеров звоните с своим военным своим сыновьям своим братьям своим мужьям своим племянникам пусть они сливают топлива из машин садят в этих машинах потом когда вся эта война закончится мы отправим назад ваших родных в целости и сохранности живыми и здоровыми будем их кормить как военнопленных пусть они сдаются пусть они вывешивают белые флаги сидят своих танках со слитым топливом без возможности передвижения и таким образом они спасут свою жизнь жизнь граждан украины и самое главное что восстановится справедливость и не будет продолжаться это бесполезная безумная война которая никому не нужна а нужно только этому пришибленному безумному карлику который засел в кремле прячется в бункере и всего боится это свихнувшийся шизофреник параноик и украину подверг опасности раз в разрухе от бомбления вот этими ракетами крылатыми он ради своего развлечения ради повышения своего чувства собственного величия и ради того чтобы нагадить на последок своих дней решил всем нагадить в жизни удачи вам держитесь слава защитникам украины слава героям украине слава украине и слава тем здравомыслящим людям в россии которые приложат максимум усилий к тому чтобы убедить своих родственников которые сейчас находятся на ненужной и бесполезной войне на территории украине убедят их в том чтобы они не подвигались дальше смес своей дефлокации сидели в танках слили топлива и никаких нападнических боевых действий не совершали против украины таким способом они сохранят свою жизнь и живыми здоровыми вернуться назад на свою родину удачи вам всего доброго до свидания и до следующего видео удачи вам